Такой сюрприз жители девятого этажа на Комсомольском 102 ждал в пятницу вечером. Лилии Куликовой позвонили соседи с восьмого этажа и сообщили об очередной протечке крыши. Это было конечно ужасно. Вот здесь висел вот такой вот пузырь. Первым делом у меня муж снял люстру и мы хотели тихонечко пузырь выдавить. Здесь сразу порвалось и вот этот вот. А я здесь стояла с тадиком и вот этот вот вид у него это значит голубинный помет замоченный такой вонючий. Значит он меня кинучно катил с ног за головой. Подтопление не редкость для девятиэтажки подчеркивает женщина. Причем вода может доходить до первого этажа. Последствия водопадов убирали коллективно вместе с соседями, говорят жильцы. Протекло все. Разбухли двери естественно. Потому что все теперь не закрывается дверь. Это тоже не закрывается входная дверь. Гипсокартон, подвесной потолок. Все пошло разводами. Придется ремонт делать, белить. Многоэтажку 1974 года постройки обслуживает управляющая компания Базис. Специалисты смогли приехать только в понедельник. Приехали представитель, она почему-то не представилась, и мастер. Мастер слезал, слезал на чердак, посмотрел, значит, сказал сами виноваты. Мы тут вообще ничего. У вас не было никаких от вас жалоб. Жалобы были неоднократные, подчеркивает жительница дома. В апреле в связи с таянием снегов произошел аналогичный потоп. А между тем самой проблеме уже больше четырех лет. Здесь все шло. Здесь понятно, все мокрые. Мы попытались связаться с управляющей компанией, чтобы получить официальный комментарий. Однако нам это сделать не удалось. Но жителям указала следующий совет. Сказали, что действительно результат должен быть. Ваши действия таковы, что вы должны собрать собрание. Так как наш дом стоит, капитальный ремонт стоит на 28-й год. Это представитель администрации сказала, значит, смотрела документы. Хотя бы перенесли, чтобы на 25-й год. Значит, на что мы начали говорить, что как же быть летом. Провести латочный ремонт управляйка пообещала. Однако эта мера временная. В таких случаях юристы советуют возместить ущерб за испорченное имущество, обратившись с претензией в адрес управляющей компании. Ну а пока проблема не устранена, придется тазики далеко не убирать. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.